Показательные прыжки спортсменов-парашютистов из команды военной академии Вестпоинт, высший пилотаж и крыльки на небольших самолетах, действующие образцы авиатехники времен Второй мировой войны и гвоздь программы пилотажная группа американских ВВС Thunderbirds. Буревестники. Четвертый год подряд после долгого перерыва Международный аэропорт Стюарт, расположенный в 60 милях севернее Нью-Йорка, предоставляет свои взлетно-посадочные полосы летчикам-асам и зрителям. Участники на подобные шоу слетаются со всей страны. Например, этот Би-17 с ярким названием «Мемфисская красотка» был восстановлен Национальным музеем ВВС США в Дейтоне, штат Огайо. Это, кстати, единственный в стране действующий образец тех самых бомбардировщиков, которые, взлетев с авианосца в Тихом океане, нанесли воздушный удар по Японии в отместку за Пёрл-Харбор. Пока одна часть волонтеров-пилотов демонстрирует музейный экспонат в воздухе, другая продает сувениры, в том числе для того, чтобы Би-17 продолжал летать. Эксплуатация этого самолета стоит 2700 долларов в час. Комплектующие, конечно, изнашиваются, но у нас есть возможность производить всё необходимое. Двигатели и пропеллеры, правда, очень дорогие. Например, один двигатель в комплекте стоит 78 тысяч долларов, поэтому часть средств мы собираем в виде пожертвований на таких вот мероприятиях. Помимо воздушной крепости Би-17, у посетителей авиашоу была возможность увидеть полёт ещё одного легендарного американского бомбардировщика времён Второй мировой Би-25, а также истребителя Кёртис Пи-40. Этот аэродром начинал свою историю в 30-х годах прошлого века именно как военный, и до сих пор эти взлётки делят между собой гражданская и военная авиация. Среди образцов которой в небе над посетителями шоу пролетел третий в мире погрузоподъёмности и самый большой американский транспортный самолёт Си-5 «Галакси». Но основное внимание публики было приковано к шестёрке F-16 под управлением лучших пилотов американских военно-воздушных сил. Одно название этой знаменитой пилотажной группы «Буревестники» гарантирует бурю эмоций тем, кто видит их в полёте. Я думаю, «Буревестники» из множества пилотажных групп, которые я видел, безусловно лучшие. Это фантастическая команда. Я действительно наслаждался «Буревестниками». Это поразительно. Формация из шести истребителей на скорости 1000 миль в час. Да и вообще, наблюдать сверхзвуковые полёты здесь, рядом с Нью-Йорком, это восхитительно. От этой команды военных лётчиков-истребителей невозможно оторвать глаз как в воздухе, так и на земле. Как у Пушкина, все стройны, как на подбор. И такое впечатление, что в «Буревестнике» отбирают не только на основе лётного мастерства, но и внешних данных. Однако представитель команды лучших пилотов ВВС США ушёл от ответа на прямой вопрос об этом. В нашей команде 132 человека, отвечающих за самые разные направления. И все, от медиков до пилотов и механиков, демонстрируют разнообразие наших военно-воздушных сил. У всех нас боевой опыт за плечами, и в любой момент мы готовы вернуться к выполнению боевых задач. Для «Буревестников» участие в подобных авиашоу – постоянная составляющая военной службы. В течение сезона, с середины весны до середины осени, они успевают выступить не менее 70 раз в более чем трёх десятках городов США. И города эти каждый раз меняются. Например, здесь, на пути от Нью-Йорк-Сити в столицу штата Нью-Йорк, Олбани, в следующем году будут демонстрировать свой сверхзвуковой пилотаж другие асы «Голубые ангелы» военно-морских сил США. А со временем к американским пилотажным группам могут присоединиться и их иностранные коллеги. С учётом того, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Коума активно развивает аэропорт «Стюарт» как ещё одну международную гавань Нью-Йорка, а взлётная полоса позволяет принять здесь практически любую технику, есть высокая вероятность, что и авиашоу со временем станет международным. Борис Кольцов и Анна Скворцова. Специально для настоящего времени. Аэропорт «Стюарт» Нью-Йорк.